День народного единства, праздник Казанской иконы Божьей Матери, международный марафон и, наконец, День города. Ноябрь в плане торжеств для Сочи выдался насыщенным. Наряду с организационными курорт решает вопросы, связанные с безопасностью. Проработать их детально мэр поручил членам антитеррористической комиссии. Все нам известно, все это мы делали, но очередной раз об этом стоит напомнить. Потому что каждый раз, когда в городе спокойно, тихо кажется, что так оно будет всегда, и не обращается внимание, как мы считаем, на мелочи. Это никакие не мелочи. Под особым контролем должны быть объекты повышенной опасности, предприятия, торговые центры, общественный транспорт и места массового скопления людей. Призвал глава Сочи отдельное внимание обратить на организацию международного марафона. В день его проведения 6 ноября пройдут серьезные изменения в схеме движения транспорта. Практически весь центр курорта с 8.45 до 16 часов будет перекрыт. Практически задействован весь город. Здесь, наверное, надо отработать особо маршрут. Особо, простите, в полиции все перекрываются наши зоны. Если не хватает сил, то нужно добавить добровольную народную дружину и так далее. Предстоит сделать расчет сил и средств. Однако и сейчас, признался заместитель начальника полиции, ясно, его коллеги одни не справятся. Надежда на казачество и добровольные народные дружины. Потребуется также помощь ТОСовцев и домкомов. Им поручили предоставить в полицию списки подозрительных лиц, проживающих по соседству. И узнаем мы об этих лицах в подавляющем числе случаев только после того, когда они уже совершили какое-либо противоправное деяние. И в данном случае помощь общественности, территориальных общественных советов, домкомов нам необходима для получения своевременной информации о таких лицах. Тем самым и себя обезопасит, и других уберегут от необдуманных поступков. Сохраняется террористическая угроза. В первую очередь она исходит от исламских радикалов и международных террористических организаций. В завершении заседания антитеррористической комиссии присутствующие рассмотрели вопросы, связанные с коммунальным хозяйством города. И прежде всего с сезоном отопления. Он стартовал 3 ноября. Но если батареи где-то еще не потеплели или же вовсе возникла чрезвычайная ситуация, городские власти рекомендуют без промедления обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу.